всем привет дорогие подписчики и в сегодняшнем видео у нас на канале будет это как вы поняли по превьюшки я вот эту батарею который формат у нас сколько 21700 на 5000 миллиампер часов я ее проверил тут 5040 я буду вставлять менять заменять делать разборку данного фонаря от фирмы от сырон название ее в 9 м на 1000 люмен в общем видео обещает быть интерес в одном из видео про данный фонарик я говорил что возможно в будущем я заменю батарею потому что здесь 4000 миллиампер часов и все-таки прирост на 1000 миллиампер часов я думаю должно хватить вернее добавить еще как минимум полчаса на максимальном режиме напомню что на максимальном режиме сейчас данный фонарик с 4000 миллиампер часов работает ну плюс минус два часа два часа там три минуты час 55 минут всегда по-разному в общем примерно в среднем это два часа выходит так что давайте все это разберем и сделаем замену данного аккумулятора ну а вы конечно же подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях насколько у вас хватает вашего фонаря на максимальном режиме и хотели бы вы его увеличить автономность так что поехали задняя крышка на снимается легко у нас по кругу стоит резиновое колечко чтобы вода не попадала просто можно или же ногтями если у вас они сильные то есть не ломаются или же какой-нибудь пластиковая там линейка это деревянная линейка просто на так надавили с одной стороны тут у нас снизу и сверху по одной защелки далее у нас тут находится 4 шестигранника под полтора миллиметра мы их разумеется откручиваем и теперь мы можем снять вот эту вот пластиковую детальку тут скорее всего у вас будет термопаста да да это именно термопаста кстати смазано чтобы не зрелась далее мы видим что у нас внутри уже там стоит сам аккумулятор но его мы так просто не достанем он достается у нас с этой стороны но как его достать спросите вы меня а тут придется немножко из лопчиться и вот это вот синенькая окоемка часть придется ее тоже отодрать я ее уже приклеивал на простой клей и держится нормально она в принципе роли не играет как декоративная аккуратно сняли ее и теперь самое сложное это у нас снять саму линзу и снять так чтобы она у вас не поломалась для этого уже у каждого должен быть свой какой-то индивидуальный инструмент и не знаю кто чем будет снимать я вот например снимаю такими щипчиками просто делаю упор на козырек и понемножку так вот упираясь саму линзу немножко выдавливая ее как мы видим она уже начинает вылазить видим что уже больше в общем можно делать даже упор на палец к примеру поставили так упираемся в линзу и давим на нее и немножко немножко включаем фонарь и немножко начинаем подымать очень будет тухо идти почему потому что вокруг здесь есть сейчас дальше достану и покажу что здесь находится я думаю многие поняли что здесь находится также резиночка чтобы вода у нас сюда не затекала соответственно в сам фонарь то есть снимается она довольно просто главное знать как здесь все за и ошибся тут даже их две две резиночки стоит вокруг самой линзы разумеется чтобы и влага не попадала и пыль все это у нас работала так далее мы видим сам собственно у нас сам светодиод четыре болта которые крепят и еще два болта которые крепят сам светодиод в общем нам нужно открутить открутить вот эти вот четыре а теперь самый прикол кульминация всего проекта да как достать аккумулятор просто берем снизу и надавливаем все настолько просто что вы просто как говорится афиге эти вот у нас остается один корпус алюминиевый и соответственно сам аккумулятор со всей платой с органами управления со светодиодом бла-бла-бла и так далее и тому подобное так а теперь это все нам нужно отсоединить и поставить уже наш другой аккумулятор здесь состоит такой же 21700 но здесь емкость у нас на 4000 миллиампер часов соответственно я и хочу увеличить емкость заменивший аккумулятор и так я от ковырял батарею буквально от ковырял потому что она тут была точечно припаяна чтобы поставить нам другую батарею нам не обязательно паять тут банально контакта хватит с головой за счет вот этих вот липкой поверхности то есть грубо говоря скотча чтобы касалась снизу и сверху все это мы просто сейчас соберем и ничего сложного единственно было трудно спирать эту хрень от отклеить пришлось ее просто вдоль разрезать но это для чего нужно чтобы батарея типа хорошо была зафиксирована ну батарея так как деваться некуда я думаю навряд ли что-то с ней будет станет хуже или там она будет громыхать и так далее в общем сейчас мы это поставим еще и проверим посмотрим все это как будет работать работать она будет по-любому что я уже проверил вот даже вот для вас смотрите минус и плюс все фонарик у нас работает вот я же говорю тут контакта буквально чуть-чуть хватает чтобы фонарик у нас работал суть какая увеличить емкость и автономность это мы собственно сейчас и делаем даже как в предыдущем видео с гацерон на 800 люмен я там ставил неодимовые магниты здесь даже это нам не понадобится и паять уж тем более потому что многие говорят что нет ты что паять нельзя аккумуляторы они могут взорваться ну блин ребят паять и аккумулятор это когда ты сильно так нажал не касаешься и долго держишь держи держишь типового припаялась долго держать нельзя там как раз все припаял так можно но в данном случае здесь даже и не обязательно это делать проводить эту маме манипуляцию здесь просто берем обратно все приклеиваем все на свои места получается у нас в такая вот конструкция то есть еще это все у нас подожмется предварительно и проверяем если контакты все ли работает даже вот ничего не прижимая видим лампочка на загорается то есть мой об включили два три четыре вот все все режимы у нас работают максимально в том числе и конечно же сос или же с робоскоп хрен поймешь в общем все режимы у нас работают и теперь все это мы собираем и конечно же покажу как это все собирать для чего здесь термопаста вот этот светодиод греется ну просто адски вот и сейчас пару секунд поработал нужен нагрелась все теперь все это собираем в обратном порядке пропихиваем попадаем в пазы то есть такие вон там есть такая полочка главное все не спеша делать и все у вас получится так теперь берем 4 эти винтика и закручиваем все сильно закручивать не надо немножко усилий хватит чтобы это все держался хорошо далее берем нашу линзу ставим ее с мы проверяем чтобы тут ничего не было не из соринок не пылинок ничего в общем она чисто было и постепенно 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 и вдавливаем вдавливаем до упора чтобы она там стояла вот собственно и вся процедура насчет вот этой вот оправы она никакой роли не играет ну то есть там какой-то там функционала не несет за собой просто как декоративное колечко то есть если вы его даже случайно как-то поломали когда вы пытались там чем-то подеть ничего страшного то есть и без него в принципе все работает нормально хорошо я бы так сказал но если что-то можете там каплю суперклея или же там любого клея того же того же резинового какого-нибудь вообще без разницы то есть поставили все держится и уже с обратной стороны все это мы в обратном порядке также сама собираем тут ошибиться практически нереально и также закручиваем другие четыре болта винта ставим теперь заглушку и все наш фонарь собран и проверяем на работу его то есть лампочка горит все работает зажали все режимы у нас как мы видим все работают и теперь останется проверить насколько будет хватать данного фонаря учитывая то что мы его прокачали на 1000 миллиампер часов то есть напомню в этом аккумуляторе у нас 4000 сейчас я поставил ли такала на 5000 ссылочки на аккумуляторы и на данный фонарик я оставлю ниже в описании может кому интересно кто-то хочет тоже себе провести такую процедуру по прокачке вашего велосипедного фонаря потому что она два часа это как бы и много на максималке можно кататься в принципе и на среднем и вообще на минимальном но и смысл тогда покупать фонаря ем мощностью 1000 люмен и не и не пользоваться этими 1000 люменами то есть как бы непонятно зачем так делали так что ссылочки все в описании не забывайте подписываться поддержите это видео лайком и жмите на колокольчик чтобы не пропускать следующий видео но он с вами был андрей канал китовелик всем удачи и хорошего вам освещения в пути и чтобы ваш фонарь и долго работал всем спасибо и до новых встреч пока а а